Ну, вы видели уже целую серию карт, которые здесь показаны. Почему я решил, в общем-то, еще разочек вам показать все это? Дело в том, что мы имеем на это моральное право, так как Санкт-Петербург единственная территория России с 1983 года, включенная в монографии «Ирак на пяти континентах». А на этой карте показано, вот, ярко бурым – это территории, где практически вся страна поглощена раковыми регистрами. Зеленая – это там, где в стране есть всего-навсего один регистр. Ну, вы видите, что это Россия с Санкт-Петербургом, это север Африки и юг Африки. В середине Африки – это, ну, нулевое, вы видели по другим выступлениям, что к чему относятся. Ну, и остальные территории, где есть некоторое количество регистров. Так, следующая картинка у меня характеризует главные причины рака. Ну, вы видите, вот, Северная Америка, Австралия – это первое место – рак предстательной железы у мужчин. Красновато-буроватое, понятно, это рак легкого, это Россия, Европа, вот, Север Африки. Вот, вы видите зелененькую Монголию – это рак печени. Вот, потом там есть еще другие территории. Ну, вот, посмотрим по женщинам. По женщинам, конечно, в основном мире – это рак молочной железы. Вот, опять же, в Монголии – те же проблемы. В Китае – желудок. Ну, а теперь мы, так, перейдем к нашей истории. В 903 году, ну, может быть, даже я чуть-чуть дальше. Вообще, первые сведения о распространенности рака, они вышли из Германии. Вы, наверное, хорошо помните Фабельо Верхово, который пытался изучить структуру смертности. И на тот период, это еще был 19 век, где-то порядка 2% людей умирало от рака. Понятно, что злокачественное новообразование – это та система, которая теснейшим образом связана с экономикой страны, с промышленностью, с развитием, индустриализацией и прочими вещами. Вот, и, конечно, есть и вторая сторона – это здравоохранение, это наука здравоохранения, которая в то время еще очень активно не могла бороться с инфекционными паразитарными заболеваниями. Поэтому другая причина структуры смертности и все те проблемы, которые с этим связаны. Но все-таки отдельные случаи рака уже регистрировались. И вот в начале века в Москве на пожертвование Морозовых была открыта больница на 56 коек для больных раком. Институт Герцена считает эту дату основанием института. Ну, в какой мере это можно говорить – это вопрос второй, потому что никаких на тот период научных трудов, каких-то книг нам неизвестно. В это же время в Петербурге в 2011-м была построена Ленинская больница для женщин, онкопатология. В основном это было, видимо, учреждение, которое мы сегодня называем хосписами. То есть это помощь страдальцам с тяжелой патологией, которые погибали, умирали, их нужно было привести в какое-то состояние. Ну вот, в 2008 году было учреждено Всероссийское общество борьбы с раковыми заболеваниями. То есть уже появлялись случаи, нужно было что-то делать. В 2014 году состоялся первый Всероссийский съезд по борьбе с раковыми заболеваниями. И появился целый ряд исследований, в основном, конечно, основанных на госпитальных данных. Ну вот, видите, появился даже уже опросный лист для собирания сведений о раке. Вот, Таичкин огромную работу провел, собрав данные с 1 по 10 год по Санкт-Петербургу, умерших от рака, и обобщил эти сведения. Вот, исчислил даже показатель смертности, грубый показатель, где-то в районе было 8,3 на 10 тысяч населения в 2010 году. И уже к этому времени у дельный вес умерших от рака составлял 3,6. Там же можно было посмотреть структуру смертности. Главными у мужчин были это рак желудка, рак пищевода, у женщин рак матки. Ну, все, что касается, как говорится, женской патологии. И сегодня, когда вы, а я забыл вам сказать, что ваше присутствие здесь, это, я имею в виду наших коллег с регионов, с оргметодотделами, с раковыми регистрами, вы должны стать настоящими профессионалами. Поэтому, если вы видите структуру смертности, вы фактически сразу должны определить экономический уровень данной территории. Фактически его и возрастную структуру, и все остальное. Вот, поэтому сегодня, конечно, у нас структура несколько иная. Ну, вот, данные прозектуры морозовых. Здесь тоже, видите, первое место все равно рак пищевода, желудка, рак матки. То есть, это характеристика соответствующей эпохи России. Вот, в 13-м году Николай Николаевич Петров такую вот опубликовал табличку, собранную по ряду городов Москва, Петербург, Одесса и Варшава. Уровень смертности на 100 тысяч населения, видите, уже по Варшаве он достигал практически 100. А до этого там 90, но это грубый показатель. Конечно, сравнивать его с сегодняшним, ну, достаточно сложно. Первые годы советской власти, конечно, был уже организован ряд НИИ. К этому после гражданской войны потребность такая появилась. В Петрограде был рентгенорадиологический институт организован, организован онкология института в Харькове, не онкология Петрова. Наш институт фактически с 26-го уже начал свою деятельность под руководством Николая Николаевича Петрова. Что еще к этому я хотел бы добавить? Конечно, вот есть у нас труды института 5 лет, вернее, историческая история работы за 5 лет институту, 10 лет институту. Там можно проследить, чем он занимался, какие были проблемы и как развивались вопросы организации противораковой борьбы. Практически вот все, что мы имеем сейчас, зачатки, они уже были в тот период. В 23-м году в Петербурге была введена регистрация заболеваемости. Речь идет о заболеваемости, о всех, как говорится, номенклатурах. Это не только онкологическая заболеваемость. И в последующем, до Отечественной войны, до Второй мировой войны, те обследования, которые проводились, в частности, Сахар Григорьевич Френкель, основатель нашей кафедры, институт, который я окончил, он говорил о том, что в Ленинграде от рака умирает в два раза меньше, чем от туберкулеза. Но это соответствующая социальная, так сказать, среда того времени, чем в Европе и в Америке. А в Америке в два раза больше умирает от рака, чем от туберкулеза. И вот это все нам надо было преодолеть, включая, как говорится, все проблемы, которые были связаны с Великой Отечественной войной. Вместе с тем, вот эта вот дата, 30 апреля 1945 года, когда Совет Народных Коммерсаров издал, положив постановление о создании онкологической службы в стране. Вот с этого момента уже обязательно нужно было заниматься всеми теми проблемами, которыми сегодня занимается онкологическая служба нашей страны. Так, опять она. Вот. И последовательно сразу в 1945 году была возобновлена регистрация онкологических больных, потому что до войны это были отдельные и случайные элементы. В 1946 был обязательный учет, введен вот в 750 городах, в 52 уже 13 тысяч городов регистрировали рак. Ну и, конечно, самая главная цифра наша, от которой мы сейчас можем праздновать и торжествовать, это 1953 год, вводится повсеместная обязательная регистрация онкологических больных. И в 1962 году было издано, было издано нашим институтом совместно с Министерством здравоохранения вот этот сборник статистический «Организация против раковой борьбы», где представлены данные заболеваемости и смертности в целом по СССР и по союзным республикам. Эта книжечка у меня лежит, ее можно потрогать руками. У меня здесь большая выставка тех работ, которые сделаны были моими предшественниками и нами уже совместно в последующем с популяционным раковым регистром города. Но об этом я скажу несколько позднее. Вот следующее издание, тоже совместное института и Минздрава. И теперь я хотел бы обратить внимание вот на что. Что свод данных, который был опубликован у нас, и вот те тома рака на пяти континентах, которые здесь демонстрировались, значит, и наши издания, и издания, сначала они в Америке первые два тома издали, их нужно с огромной осторожностью использовать для построения динамических рядов. Потому что и там, и там данные еще далеки от достоверности того материала, который туда включил. То есть был период и приличный период и у нас, и за рубежом, когда формировалась информационная система, как бы мы ни называли ее, она может быть бумажной, электронной, компьютерной, большие машины, маленькие, это не важно. Важно, что формировалась система. И она еще не достигла того уровня, чтобы мы эти динамические ряды строили и говорили, что идет увеличение заболеваемости, снижение смертности или что-то в этом плане. Все это и у нас, и за рубежом можно более-менее правильно оценивать только с 1970 года. Но это мое личное мнение. Я не знаю, как коллеги наши отнесутся. Из Международного агентства по изучению рака. Но это объективная характеристика, и это надо знать. Вы профессионалы. И профессионалы не только в том, чтобы правильно строить динамические ряды, но и правильно сопоставлять данные, правильно оценивать и знать, какие показатели в каком случае можно использовать. И из чего они происходят, какие дефекты или сложности, трудности формирования этих данных. Для получения объективной оценки. Потому что наверху всегда считается это государственная отчетность. Здесь все уже идеально. Здесь не требует никаких дополнительных уточнений. Поэтому в последующие годы и до 80-х лет, тоже книжки у меня здесь есть, которые уже делали мы. И, конечно, была проведена огромная методическая работа. Огромный комплекс методических разработок по созданию и госпитальных, и популяционных систем. Их можно называть регистрами, можно по-другому. В 83-м году мы издали приложение к третьему тому монографии «Рак на пяти континентах». И Калиумюр здесь как раз вместе с Николаем Павловичем Напалковым, уже Николай Павлович Напалков, в общем-то, поднимал всю ту систему и пригласил меня в 75-м году заняться этими делами на профессиональном уровне. Вот они способствовали тому, что вышло это издание. Это издание, сейчас вы можете посмотреть, там она книжечка тоже это лежит. Вот это 48-й том «Рака на пяти континентах». Это тоже… А, вот, значит, эти тоже книжечки, монографии там лежат. Это «Злокачественное образование на избранных территориях». Когда мы после издания «Рака на злокачественное образование в СССР» и «Союзных республиках» приложение к третьему тому завершили, естественно, мы получили предложение включиться уже в представление данных в очередной шестой том «Рака на пяти континентах». И когда мы эти материалы готовили, ряд территорий нашей страны формировали эти данные буквально у меня в кабинете на больших столах, потому что тогда все это было на бумажных носителях, нужно было все пересмотреть, уточнить. И мы подали в МАИР от целого ряда территорий, в том числе и от ряда территорий Российской Федерации. Но принято МАИРом было только данные по Ленинграду, по Киргизии и по Латвии. Но сегодня Латвия сама представляет уже эти данные. К тому времени в изданиях были только Эстония. Но у них был министр здравоохранения онколог, он давно понимал, они с 1969 года активно занимались разработкой информационных систем. К этому надо добавить следующее, что в 1975 году состоялась коллегия Министерства здравоохранения, на которую нас пригласили с Николаем Павловичем. Она называлась так, издан был приказ с таким названием «Подготовка, проведение подготовительных переприятий по созданию информационных систем онкослужбы страны». И нам было поручено начать эту работу. Вы, наверное, знаете, что с инициативой о создании такой системы вышли наши белорусские коллеги. Николай Николаевич Александров, Алексей Евгеньевич Океанов были. И вот они все это представляли. Было принято решение, что да, 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 давайте это делать. Но так как я до этого 9 лет проработал на кафедре организации здравоохранения, и статистика, и организация, это была моя профессиональная основа, то понятно, что там очень много нужно было дорабатывать. И так как нам было поручено уже кураторство по стране, мы много туда добавили, привели это в порядок. И я думаю, что многие территории знают, что она на территории некоторых нашей России была приобретена, и она была приобретена под названием «Белорусская программа». Белорусская программа, потому что сам программный продукт делала ЦСУ Белоруссии. А вот основу делали мы вместе с институтом, Минским институтом. И так как не все материалы были приняты Международным агентством для публикации, мы включили это вот в эту книгу, где было впервые показана распространенность злокачественных новообразований по всем основным локализациям рака. Ну что исторически вы еще должны знать, что длительный период в СССР и союзных республиках информация собиралась только по 10 локализациям рака. Только по 10 локализациям. Они составляли где-то 80 чем-то процентов, считали, что этого достаточно. Но это точно так же, как Аркадий Михайлович Мерков, который участвовал в изданиях первых книг в 60-е годы. Он, правда, организовал регистр соответствующей попытки на Украине. Он считал, что вполне достаточно. Там еще вторая была дефектная, я бы сказал, страна. Там возрастные группы были очень укрупнены. Первая группа была 0,29, а дальше по 10 лет. И он таким образом комментировал, что так как в младших возрастных группах практически нет случаев рака, то незачем занимать время и собирать эту информацию. А сегодня мы знаем, что такое детская онкология и какова там специфика абсолютно структуры и динамики процесса совсем других. Но мы уже и вошли в другую жизнь. Потому что все, конечно, развивается постепенно. И те навыки, которые были наработаны за период с начала регистрации, они имели, конечно, пользу. И вот мы вошли в рак на пяти континентах. Это шестой дом. Сейчас десятый дом. Вот я просил, чтобы нам коллеги наш авторский экземпляр привезли. Может быть привезли, может нет, не знаю. Но в электронном виде мы разослали на все территории России, чтобы видели и знали, что делается сейчас в мире по злокачественным образованиям. Теперь я хотел бы еще такой маленький комментарий добавить. Вы, наверное, часто слышали, и мне уже надоело, как говорится, поправлять. Очень часто звучит такая фраза, она в публикациях многих звучит, что в мире ежегодно регистрируется 14 миллионов случаев рака. Не регистрируется эта экспертная оценка. Мы вот из предыдущего сообщения слышали. Это экспертная оценка с учетом того, как действующие регистры, располагаясь на определенных территориях с определенным экономическим укладом, имеют какой-то уровень заболеваемости. И это дальше трактуется на все те 7 миллиардов населения, которые на сегодня существуют. А реально в мире регистрируется около 3 миллионов. Это можно посчитать по последнему тому рака на пяти континентах. Смертность учитывается, конечно, более точно, и по ней уже количество умерших близко к тому, о чем говорили. Теперь я, наверное, хотел подойти к нашим всем изданиям, которые мы сделали, но я, наверное, этого делать не буду. Я ограничусь следующим. Конечно, мы издали огромное количество методических разработок еще в период, когда это было СССР. И вот после того, как вышел приказ 12.99 о создании подготовительных мероприятий, ничего не вышло. Ничего не вышло. Я специально опросил все СССР, вернее, попросил прислать мне регистрационную карту, так мы ее называем. На самом деле карту наблюдения по своей территории. Мне выслали все территории, кроме Российской Федерации. Российская Федерация – очень тяжелый объект. Здесь много сложностей, много трудностей. И тогда вышел новый приказ Минздрава СССР о создании пожеланий тех территорий, которые сами готовы бесплатно, потому что никаких централизованных средств на это не выделялось. В этом проблема. Таких территорий было 13. Из них вошли реально в работу 10. Но и добавилось несколько. В частности, Чувашия прыгнула на последний угон. И вот там, где монография «Избранные территории», там есть в том числе и Чувашия. Но самое главное, то, чем мы занимались все последующие дела, мы, конечно, занимались разработкой информационных систем. И в середине 80-х годов Министерство здравоохранения приняло нашу программу. Эта программа у нас был программист «Четвертаков». И, конечно, все основы, которые были международные, мы учитывали. И она была принята. И мы начали эту работу на больших компьютерах типа «Минск-32» и «ЕС-10-20». Пока мы начали, пришло время, развалился Советский Союз. И пришла новая техника – персональные компьютеры. И мы уже в этот период, конечно, перешли на новые основы технические. Предложили, во-первых, в институте мы создали первый госпитальный регистр в 92-м году. А в 93-м обратились к губернатору, к Собчаку. Ну, имеется в виду, что не я, конечно, это директор вместе с Комитетом по здравоохранению. Что мы хотели бы создать полноценный раковый регистр. Хотите – мы будем делать. Это сложно, это трудно. Но никаких раковых регистров в понятии международном в СССР не было. В России на сегодняшний день не существует. Если вы принимаете решение, мы начинаем работать. Приняли решение, и мы начали работать. Мы создали регистр, нарабатывали методологию. А уже в 2011 году я подготовил двухтомник, который вот здесь вы видите. Это первая часть – онкологическая статистика. Это вторая часть. А в этом году в Германии фирмой «Ламберт» переиздано дополненное издание онкологической статистики в двух частях. И я вам дам рекламные листочки. Если кто захочет, нужно будет только, видимо, найти спонсоров. Да, это на русском языке они сделали. Вот, найти спонсоров, потому что это все платное. Я сам несколько экземпляров для себя купил. Их можно просто посмотреть издали. Ну, а пользоваться, так как вы теперь профессионалы, нужно с самых начальных элементов. И не важно, это онкологическая статистика, медицинская статистика, математическая статистика. Все равно начало работ должно быть на научной основе. И еще самое главное. Надо, наверное, каким-то образом нашему руководству всех уровней внушить, что популяционный раковый регистр – это не система представления государственной отчетности. Это научное подразделение. И у меня на столе книжка, вот сейчас из «Богаты» из Южной Америки прислали мне книжку. Обязательно нужно, чтобы каждый раковый регистр с какой-то периодичностью подводил свои итоги, имел право на публикации, сравнивал по всем международным стандартам, как это положено, и правильно оценивал ситуацию. К сожалению, очень часто встречаю людей, которые готовы все, что угодно говорить. Особенно сложно и проблематично говорить о факторах риска. И когда факторы риска разрабатываются некомпетентными лицами, не владеющими методологией, то они, во-первых, пустую тратят время. Но нельзя динамические ряды, например, оценивать по грубым показателям. Нельзя говорить о каком-то сравнении между территориями по грубым показателям. Потому что не приведя их в единое состояние по возрастному составу, можно только привести себя в заблуждение. Поэтому я очень надеюсь, что после тех курсов, которые сейчас придут, мы готовы потом продолжить обучение в любом формате, в текущем режиме, без специальных курсов. Хотя мы два таких курса по расчету выживаемости проводили, очень скромное количество приезжало людей. И таким образом нам удалось вот сегодня, только в северо-западном регионе, к нам добавить еще две территории. Это Псковская область и Карелия. И те книги, которые здесь лежат, северо-западная монография в частности, и экспресс-информация, которую уже некоторые разобрали, эти данные уже представлены с некоторыми данными по выживаемости. И, кстати, то, что касается выживаемости, это, конечно, главнейший компонент деятельности ракового регистра. Но, если у вас выживаемость намного лучше, чем среднеевропейская, не верьте этим данным. Проводите дальнейшую работу по выявлению умерших. А в этом плане у нас в России проблемы очень большие. И перед тем, как вас всех собрать, я в какой-то мере, будет, нарушая субординацию, опросил и спросил, имеете ли вы доступ к базе данных умерших. И вот оказалось, дорогие мои, что 22 территории России не имеют доступа к базе данных умерших. Это порядка 40 миллионов населения. Если вы не имеете доступ к базе данных умерших, значит, целый ряд официальных данных, начиная как накопление контингентов, одногодичная летальность. Я уже не говорю о выживаемости. Там бесполезно и бессмысленно вообще какую-то выживаемость считать. Мы с одной территории получили такие данные. У них вдруг в 4 раза улучшилась выживаемость. Они говорят, ой, как мы хорошо теперь работаем, мы изменили структуру. Задан был вопрос, им запретили доступ к базе данных умерших. Поэтому они собирали фактически мертвые души. Поэтому мы, когда начинали анализ выживаемости, первое, что я посмотрел, наш уровень от среднеевропейского выше или ниже, и мы были чуть-чуть ниже. И те новые территории, которые сейчас присоединились, у них чуть ниже еще даже нашего. Но это говорит о тщательности проработки первичного материала. И вся беда наша, профессиональная, что чем мы тщательнее и добросовестнее работаем, тем мы получаем более худшие показатели, в том числе и выживаемости. И, конечно, это не может нравиться руководству. Мы видим на всех уровнях сейчас поквартальный контроль. Поквартально представьте нам данные о ранних стадиях, о запущенности. И начинается. Мне звонили все наши коллеги из райздравов города. И говорили, можно мы вот такую цифру? Я говорю, вы знаете, мы не касаемся поквартальной информации, давайте что угодно. Но мы все это выдадим все равно только после проверки тщательной, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. А так была запущенность от 7 до 28%. И тот, кто врал максимально, тот получал премии, а тот, кто давал нормальные цифры, мы говорили, что же вы делаете? У вас такой уровень, вы никакую работу не проводите. А на самом деле все наоборот. Поэтому, к сожалению, мы с этим живем. Никуда от этого не деться. И, конечно, второе, чтобы я... Ну, мои советы, они, конечно, бессмысленны практически. Потому что советовать надо только большому руководству, а вам и так понятно. Конечно, надо иметь нормальную штатную структуру. Надо иметь специалистов. В частности, по опросам получилось, что 90% раковых регистров в России не имеют патологоанатома в штате. Вот. А роль патологоанатома, она ведь определяется не только тем, что он должен кодировать. Вот. И Олег Федорович вам покажет и расскажет, и он много этим занимается. А он должен иметь право контроля всех лечебно-профилактических учреждений, всей патологоанатомической службы региона, чтобы они правильно кодировали, чтобы не было искажений. То есть, активность шла от патологоанатома. А для этого, конечно, нужны соответствующие штаты. Как правило, в диспансере эти все штаты, они идут на клинические пользы. И я с огромным удовлетворением хочу вам сказать, что в этом году, в мае, я был в Самаре, и я увидел действительно территорию, где есть нормальный госпитальный регистр с прекрасными помещениями, оборудованиями, кадрами, прекрасный популяционный регистр. И регистр, связанный с проведением ранней диагностики, ранних обследований. Потому что вот такой комплекс создать, они пошли уже дальше того, что мы могли себе позволить. Конечно, есть еще один момент. Это профессионализм тех, кто работает, отношения. Отношение к ним, администрации, чтобы они с интересом работали, с удовольствием. Проблемы у нас большие. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...